привет дорогие друзья сегодня поговорим о вот таком вот товаре как тестер блоков питания с китая да да это именно тестер помогал очках как в каком-то смысле до показом это тестер не содержит в себе каких-то супер там нагрузок формально это тестера который запускает блок питания в холостом режиме то есть здесь минимальная нагрузка но ее хватит чтобы блок питания запустился и показал нам оси все 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 не только основные а все напряжения которые присутствуют блоки питания и отобразит конкретные числовые значения плюс у этого блока питания есть особенная мне для меня очень важная черта такая как время сигнала power good или power ок то есть сигнал разрешения для запуска материнской платы это очень важный сигнал многие ребята которые пытаются начинать ремонтировать блоки питания не понимают для чего некоторые сигналы что ими делать как их отследить и вообще для чего они нужны но поверьте придет время когда простой ремонтник да тут тот же самый кондёрочный мастер упрется в такие неполадки как например power good либо его нет либо он занижен либо он завышен по временному значению давайте посмотрим какие основные есть у него органы управления в качестве органов управления здесь ни одной кнопки нет вот но зато здесь есть разъемы разъем 24 пин это основная коса подключение колодки ее надо обязательно подключать чтобы запустился тестер дополнительно есть подключение для молекса проверка молекса ну не знаю такое себе удовольствие подключение через дискетку до которая уже умерла и никому я думаю не нужно два разъема 8 пин и 6 пин для подключения питания типа видеокарты давайте же запустим тестер и посмотрим что нам покажет этот показометр первый пациент который для теста взят это исправный блок питания я его чинил видео будет выложено подключаем ну я 8 пинами не буду подключать я подключу просто 6 пин сюда и 24 пина буду подключать подаю питание на блок блок у нас в режиме ожидания потребление 0 2 ватта вот по нулям теперь подключаю запускаю тестер вставляю 24 пин колодку смотрите у нас запищал тестер и мы видим напряжение минус 12 вольт 12 2 вольта плюс 12 вольтовое питание 12 1 5 вс б 5 вольт 5 вольтовое питание у нас 5 1 вольта ну и все в норме короче и самое главное это power good 260 миллисекунд то есть блок работает замечательно все в допуске самый важный показатель для меня это не то что уровне напряжений которые я могу промерить тестером нормальным обычным мультиметром а то что здесь показывается сигнал power good и он как раз в допуске 260 миллисекунд это хороший power good вот если мы отключим проверку так отключил я видеокарту и подтыкаю заново 24 пин видите тестер нам индицирует по 12 вольтовой линии l-l love то есть низкое напряжение а почему низкое напряжение потому что мы не подключили разъем видеокарты ну вот такая вот особенность у тестера если не подключать видео разъем то получается у нас как бы нет напряжения и тестер индицирует там проблему по 12 вольтовой линии на самом деле мы его просто не подключали больше нет проблем power good в норме 33 норме 12 в норме 5 вольт в норме но все в норме все отлично с блоком питания проблем нет потребление запущенного блока питания почти 7 бат то есть нагрузочные резисторы здесь очень маленькие стоят практически блок работы в классном режиме отключаем тестер все прячется обесточенный тестер это кусок пластика следующий испытуем и ради которого заказывался этот тестер не просто так вот такой вот блок питания на 700 ватт вот такой вот фирмочки да и в нем как раз проблема он отлично работает замечательно функции но но смотрите подаем питание видим потребление 0 2 ватта подключать шестипиновый разъем я сюда подключил и подключаем теперь основной шлейф ничего нету надо включить кнопочку и смотрите у нас запустился блок питания вентилятор вентилирует но теста пищит у нас проблема и как вы думаете в чем проблема смотрите power good он отсутствует не показано число power good и вот здесь закрадывается самая основная проблемка проблема с power good как можно узнать ее реально-то power good то присутствует а теста показывает что его нету то есть она либо завышена либо очень сильно занижена и блок питания рабочий все в нем отлично но материнская плата с ним не стартует то есть она пытается стартовать и вырубается пытается стартовать и вырубается на некоторых материнских платах может такой блок питания запуститься и работать но на большинстве будет проблема поэтому этот блок питания считается неисправным сейчас я вам покажу почему по power good на самом деле присутствует сейчас я достану свой тестер блоков питания для проверки вот она страхолюдин это моя вот она дорогая моя подключаем мою нагрузку здесь нагрузка порядка 300 ватт так и запускаем блок запускаем блок и видим что зеленый индикатор здесь на нагрузке это как раз сигнал power good и как видите он здесь присутствует видите горит то есть блок питания весь исправный судя по моей нагрузки но это нагрузка и у меня не стоит никакого специального устройства там микроконтроллера который контролирует какое время за какое время поднимается power good power ок сигнал видите то есть блок исправен сейчас потребление 250 ватт с блока питания идет то есть нагрузка на 250 ватт и видим все окей вырубаем обратно возвращаемся к нашему тестеру китайскому между прочим как видите тестер китайский кое-где даже пригождается вот удивительно до подключаем запускаем и мы видим power good 80 миллисекунд показал нам но реально там мне кажется не 80 наоборот не кажется превышение это просто было запомненное число какое-то видите отсутствует power good то есть показывает что либо он затянут сильно либо он слишком рано выскакивает я думаю что он сильно затянут по времени power good вот такая вот петрушка вот такой вот тестер и в какой-то степени он мне пригодился он стоит недорого 600 рублей поэтому я у всех купил приобрел потому что я не мог понять почему блок питания не хочет нормально работать с материнской платой хотя нагрузка моя показала что все окей все ништяк дружище и тогда я начал рыть в чем может быть проблема и сразу же понял что проблема у меня с power good ну а так как я не знал как проверить power good у меня нет ничего такого до из устройств я решил заказать этот китайский тестер конечно можно было и осциллографом проверить но не все так просто почему я не мог проверить об этом я думаю сделаю следующее видео и не буду раскрывать тайны вот такой вот тестер считаю тот кто начинает ремонтировать блоки питания это недорогой и в принципе неплохой тестер помогалочка конечно же этот тестер не может заменить мою плату помогалочку потому что у нее есть свои дополнительные особенности она работает индивидуально под меня подстроена я и пользуюсь эта кайфовая плата но опять же power good по ней нельзя определить то есть он будет также гореть вот сейчас я запущу блок питания своей платы помогалочкой и у плата помогалочка покажет что все окей power good горит видите да power good горит все окей все замечательно то есть проблем здесь нет вот ну и эта плата помогалочку я разрабатывал для себя и она настолько проста но она для другого нужна не для того чтобы power good отлавливать между прочим такой блок питания мне попался впервые я никогда не сталкивался чтобы power good был завален какую-то сторону да ну через меня много блоков прошло поэтому это довольно таки редкая наверное проблема но все же имеет какой-то тестер да вот такой думаю за 500 рублей 500 600 рублей я его брал за 450 сейчас помню 600 рублей стоит но в принципе наверное своих денег он точно стоит вот еще раз показываю мою плату помогалочку видите да то есть power good поднимается все окей но к сожалению блок с материнской платой не хочет работать полноценный адекват вот такой вот обзор обзор показ до что для чего нужна эта платка да для чего нужна эта платка нет для чего это нужно платка я думаю кто смотрит мое видео знаю для чего нужно для чего нужна нагрузка это совсем другая история чтобы нагрузить блок питания оценить держит ли он нагрузку это же у нас устройство нужно для оценки в первую очередь power good ну и просто напряжение да какие напряжения но без нагрузки напряжение измерять я считаю это плохой тон надо всегда под нагрузкой про про пробегаться тестировать блок питания на этом у меня все всем кому понравилось что я показал такую особенность ставьте лайк пишите комментарии что по этому поводу думаете и сталкивались ли с такой проблемы как power good завышенный или заниженный и как вы ее решали а на этом у меня все вы были на канале домовой всем классного настроения удачных ремонтов всем крепкого здоровья и успехов всем пока пока до новых встреч субтитры делал DimaTorzok